Шлем всему голова. В эти дни по всей стране байкеры проводят акцию, цель которой убедить мотоциклистов соблюдать правила безопасности при управлении двухколесным транспортом. Ведь при ДТП у человека без шлема шансов выжить практически нет, утверждают в госавтоинспекции. Всероссийскую акцию поддержали и дагестанские байкеры из клуба «Мотобратство». Подробности в материале Камилы Гамзатовой. Байкеры-путешественники Антон Вигладский и Любомир Андрис из Словакии проводят свой мотопробег. Их маршрут проходит и через Дагестан. Правила безопасности они соблюдают, одевают шлемы и экипировку. Но их пугали, что на Кавказе это не поможет выжить. Шалапа, которым шутят Словакии, это президент Дагестанской Федерации экстремального спорта. Он смог объединить вокруг себя любителей погонять на мотоциклах и, что самое важное, убедить их ездить в шлемах и защитных костюмах. С ГИБДД эти ребята стараются дружить. «Нет, мы не соперники. Мы, честно говоря, коллеги. Потому что те люди, которые находятся на дороге, должны вместе взаимодействовать. Если взаимодействия не будет, то я думаю, что никакого порядка движения не будет. Сейчас по всей России идет акция гаишников «Шлем всему голова». Они ездят и ловят нарушителей, которые ездят без шлемов». Конечно, не всем удается держать себя в рамках. Тем более, когда лошадиные силы требуют скорости и риска. Но в правилах мото-братства соблюдать и правила дорожного движения. Перед тем, как сесть на байк, обязательно защита на корпус, руки и ноги. И шлем. Без него никуда. Даже пассажиру. «Шлем всему голова». Об этом правили. Водители байков часто забывают. Однако опыт показывает, наличие шлема – это жизнь. Все погибшие мотоциклисты на дорогах Дагестана были без защиты. Поэтому одеваем шлем и поехали. Мотопробег начинается от байк-кафе. Строгие шеренги никто никого не подсекает. Непривычное поведение для байкеров ребята пытаются привить для всех мотоциклистов. На дороге главная безопасность своя и окружающих. Главный автоинспектор республики доволен поведением байкеров. Ребята во многом помогают ГИБДД. Иногда даже сами останавливают нарушителей мотоциклистов и просят их надеть шлемы. «Проводим акции и доводим до каждого участника дорожного движения, что это необходимо, что это надо, что это влияет на безопасность дорожного движения. Вот такая работа проводится сегодня совместно с байкерами Дагестана. Дорожно-транспортное происшествие, конечно, с мотоциклистами есть у нас и погибшие есть. Но именно с этого клуба не зарегистрировано ни одно дорожно-транспортное происшествие». Каспийск. Ребята из Мотобратства в очередной раз приехали в местный коррекционный детский дом. Пообщались, подарили подарки и разрешили полностью обследовать мотоциклы. Этот смайлик на асфальте и то, как его рисовали ребята, запомнят надолго. И чтобы дети соблюдали правила дорожного движения, им дарят светофор. Чуть позже здесь организуют учебную площадку, где автоинспекторы будут рассказывать и показывать, как правильно вести себя на проезжей части. Естественно, в присутствии друзей из Мотобратства. Камила Гамзатова, Ибрагим Магомедов. Время новостей.